Оксана, передо мной сейчас сценарий тренинга, разбираемся в фейках и ложной информации. Покажи, пожалуйста, что лежит в этой папке. Есть сценарий тренинга, который помогает медиапедагогу прям по шагам и очень подробно погрузиться в методику. У меня есть карточки с текстами, у меня есть квестбук, в котором, как всегда, мы отмечаем прохождение тренинга, и есть наклейки, которые достанутся тем, кто этот тренинг пройдет успешно. Наверняка есть цифровые материалы, которые у тебя есть в папке. Да, конечно, тренинг «Разбираемся с фейками и ложной информацией» основан как раз на презентациях. Помимо раздаточных материалов вы найдете несколько презентаций, и первая из них – это игра «Фейк или правда». Она будет особенно актуальна, если вы проводите тренинг с аудиторией школьного, студенческого возраста. Мы знаем, что иногда тяжело сидеть на месте, поэтому предлагаем участникам тренинга голосовать ногами. Они переходят в левую или в правую часть учебной аудитории, если считают, что информация, изображенная на экране, – это правда. В другую сторону, если считают, что информация на экране – это фейк. Всего в презентации 10 заданий, после чего мы показываем правильные ответы. Вот такая вот иллюстрация, красной рамкой обведены те новости, которые мы признаем фейковыми. Как же все-таки разобраться, что из новостей в социальных сетях, что из новостей в СМИ – правда, а что обычная манипуляция? Для этого у нас разработана еще одна презентация – это признаки фейка. Мы по очереди называем те моменты, на которые нужно обращать внимание. Например, новости о прорывах в медицине чаще всего оказываются фейковыми. Нужно очень внимательно читать информацию. И все, где написано – вакцина, невероятное лекарство, наконец-то мы нашли полное излечение – скорее всего, эта информация недостоверна. И, наконец, еще одна отличная презентация рассказывает нам о манипуляции, о том, как можно даже правдивую информацию исказить так, чтобы она смотрелась совершенно по-другому. Здесь у нас и кадрирование, когда из кадра убираются важные части, которые автор считает, что собьют впечатление. Иногда получаются самые настоящие фейки. Здесь и интересные примеры выбора ракурса. Это сейчас актуально, да, с учетом того, что все работают из дома. Как выбрать ракурс своей веб-камеры так, чтобы у вас за окном была вечерняя Москва, а не обои в клеточку. И, наконец, здесь есть пример того, как корреспонденты работают с планами, как они правильно выставляют предметы, выставляют предметы для людей, сами встают для стендапа, для того, чтобы картинка на заднем плане казалась лучше, ярче, полнее, чем то, что происходит на самом деле. Либо нанесла именно тот смысл, который хочет донести журналист и стендапер. Но не кажется ли тебе, что если люди будут знать, как создаются фейки, этих фейков станет больше? Количество фейков, мне кажется, величина такая более-менее постоянная. Хоть и говорят, что мы живем в эпоху постправды, но в материалах курса вы можете прочитать о том, что ситуация с фейками была, в принципе, всегда. Всегда было искажение информации. Просто сейчас, когда в наших руках появился интернет, мы можем эту ложную информацию распространять, во-первых, быстрее, во-вторых, шире. Поэтому я не считаю, что фейков станет больше. Наоборот, вы будете лучше сами видеть, где ложная информация. И как мы очень и очень рекомендуем рассказывать максимальному числу знакомых и друзей о том, что эта новость фейковая и почему вы решили именно так, какие признаки вы заметили, какие первоисточники вы проверили. Что дополнительно мы хотим предложить участникам, для чего нужны карточки? Карточки нужны для жеребьевки. После того, как мы проговорили тему с фейками, проговорили о когнитивных искажениях, когда наш мозг сам начинает себя обманывать, мы проводим небольшой эксперимент. Эти карточки нужны для жеребьевки. Пять участников случайным образом вытаскивают по карточке. Они читают ситуацию и пытаются убедить остальных участников о том, что они действительно делали то, что написано на карточке. Например, они действительно сбежали из кабинета зубного врача. И остальные участники должны задавать вопросы, чтобы понять, правда это или нет, разоблачить фейковую информацию. Отлично. Какие задачи мы рекомендуем решить участникам после прохождения тренинга, чтобы информацию закрепить, чтобы эти навыки закрепить? Например, поставить рейтинг самых живучих фейковых новостей или рейтинг самых распространенных исторических фейков. Их очень и очень много. И я думаю, ваши друзья и знакомые с удовольствием посмотрят такой рейтинг. Или, например, самим попробовать сделать фейковую фотографию на мероприятии, куда пришло очень-очень много человек. Попробуйте найти такой ракурс, такую точку съемки, чтобы казалось, что это мероприятие оказалось непопулярным. Вот, кстати, про рейтинги я еще замечу, что если вы опубликуете рейтинг, вот этот тип контента, топ-листы и рейтинги – одни из самых кликабельных и расшариваемых. То есть и сама форма этого рейтинга позволит ваш пост сделать верабельным. И пользу нанесете, расскажете людям, что фейки – это не современное изобретение, они существовали во все времена, во все периоды человеческой коммуникации. И если вы проходите этот тренинг, то получаете стикер, тем самым отмечая свой прогресс на пути освоения медианавков. Субтитры создавал DimaTorzok